С пола кочердаков пора доставать белоснежные коньки. Детские и взрослые, хоккейные и фигурные, пластиковые и кожаные. В этом сезоне рязанцев будут ждать 40 ледовых площадок, которые откроются на базе крупных стадионов, детских спортивных и общеобразовательных школ, а также дворцов спорта. Первый лед залили еще 9 декабря, а все катки планируют открыть до 20 числа. Уже сегодня встать на лед можно на большинстве из них. Зимняя забава вдохновляет всю семью на совместный отдых. Пока мама с дочками пописывают изящные пироэты, папа с сыновьями могут погонять шайбу, а компания друзей посоревноваться с скоростью на большом катке. Покататься на коньках можно и во дворе собственного дома. Большинство хоккейных коробок остались еще с советских времен, однако заниматься их ремонтом и заливкой некому. Во дворе дома номер 50 на Касимовском шоссе о бывшем катке напоминают только ржавые фонарные столбы. Огромную территорию пытались переделать под стоянку, но местным жителям удалось сохранить ее для детей. Сейчас им пришлось идти на крайние меры. Я подумала, решила, что нужно написать письмо на сайт президента. Мы сфотографировали нашу площадку, то, что на ней есть. Буквально где-то через две недели мне пришло письмо, что все мои пожелания и требования отправлены в администрацию города на Рязани, а также нашу управляющую компанию. Письмо было отправлено еще в сентябре, а сейчас наступил декабрь. Во дворе дома появился новый фонарный столб, единственный источник освещения для огромной территории. Старые советские по-прежнему не работают. Отчаявшись дождаться помощи властей, жители дома объединились в коляскин клуб. Сейчас это более 50 семей, многие из которых многодетные. Чтобы поиграть с дочерями и сыновьями, им приходится идти за несколько кварталов в парк на советской армии. А вот покататься на коньках дети тайком убегают на пруды. Родители боятся за их безопасность, но администрация города навстречу идти не спешит. Если же вы хотите новую детскую площадку, о чем мы очень просили, то вам нужно, как всегда, собрать подписи со всех граждан, кто проживает в вашем доме, и еще заняться финансированием этой детской площадки. Потом вас поставят в очередь, и когда ваша очередь подойдет только тогда, да, с вашей детской площадкой будет что-то решено. А положительно или отрицательно в администрации умалчивают. Активные родители ждать больше не хотят. Чудо для своих детей они сделают сами. Папы уже произвели разметку территории и купили материалы. Они планируют смастерить небольшой бордюр из досок, натянуть пленку и залить лед. И нам для этого потребуется, соответственно, освещение, потому что темнеет очень рано, в 4 часа уже, и нам этот свет необходим. Ну, надеемся, что ЖЭО пригласят специалистов, помогут нам в этом деле. Собственные усилия – это первая ласточка. Активисты надеются, что администрация города все же поможет им сделать высокий деревянный забор, превратив самострой в изящную хоккейную коробку, которая будет радовать детей и взрослых. Субтитры создавал DimaTorzok